Новый день. Нам привезли вчера кровать-диван и, боже, это целая история. Я прождала целый день. Пришел уже молодой человек домой и решил позвонить им. В общем, начал возмущаться, что как, уже как бы 7 часов вечера, где доставка. Короче, мы пока повыносили мусор весь, который я насобирала, и решили посидеть, подождать их возле подъезда. Приехали эти чудики в 8 часов, даже позже чуть. И это просто вот кто смотрел Зверополис, и там был такой ленивец, который делал все медленно. Эй, Блиц, загадку хочешь? Ты что? Хочу. Вот такие два слоупока, которые просто. Зачем работать? Зачем что-то делать? Как это пословица? Работа не волк, в лес не убежит или что-то такое. Мы стоим, их ждем. Вот возле них мы уже двери подъезда открыли, камешком подперли. Вторую дверь открыли. Стоим, ждем. Посмотреть хотя бы, к нам приехали, не к нам приехали. Решили они все-таки достать диван. Короче, тащили они где-то часа пол его на пятый этаж. Самое главное, что они притащили его сюда, распаковали и решили нас наебать на деньги. За доставку и за подъем на этаж мы должны были заплатить 950 рублей. Это и так дорого! А нам называют сумму 1100. Молодой человек просто так завозмущался. Мало того, что целый день прождали, потом еще два часа прождали. И тут еще хотят на ровном месте, короче, нас нагреть. Молодой человек начал выяснять, сколько доставка, сколько подъем и все в таком духе. В итоге, говорит, 950 рублей получается. Потом думал-думал этот чувак, за сборку? За какую? Мы купили диван, который стоял у них в магазине. Его не нужно ни собирать, ни разбирать, ничего. Тем более, они его собранным привезли. Если бы нужно было собирать, то они бы здесь на месте это делали. Тупо вот вообще ни из чего решили сбить деньги. Молодой человек дает ему тысячу. Чувак разворачивается и уходит. Парень мой говорит, эээ, а где сдача? 50 рублей. В итоге этот идиот говорит, у меня нет сдачи. Так ты так сразу и говори, что ты уходишь, блин? В итоге молодой человек психанул, говорит, слышишь, я тебе сейчас 800 рублей даю, как бы у меня тоже нет других денег. Короче, как они завелись здесь. Это вообще... Ну чувак офигел, он не ожидал, что ему кто-то выскажет. Наверное, обычно люди молчат, ничего не говорят и сопят в две дырки. Я лично считаю, что в последнее время все эти обслуживающие службы и обслуживающие персоналы просто обнаглели. Когда ты работаешь, вот сколько я работала обслуживающим персоналом, только мне высказывали постоянно, хотя я свою работу выполняла довольно-таки неплохо. А тут, видите ли, не выскажи, молчи просто и радуйся жизни. Также в такси сейчас в последнее время по охамели водители, сдачу не дают. Странно это все. Мир, мир странный у нас. Мы, короче, собираем стол. Начали собирать. Но здесь инструкция такая, очень понятная. Вернее, все понятно. Просто есть здесь такая штука, которая называется стяжка эксцентриковая. И как ее именно крепить, мы не понимаем. Мы закрепили так, как мы понимаем. Но здесь что-то не так. Нужно забивать, нужно вбивать. А у нас ни молотка нету. И навряд ли нужно вбивать, короче. Мы решили сделать как-то по-другому. Тоже не то. Короче, молодой человек собрался, пошел на старую квартиру, чтобы в интернете посмотреть, как это все нужно делать. Потому что здесь у нас еще интернет не подключен. И я телефон с собой не брала. Короче, все как обычно. А нам нужно собрать стол и комод. И да, мы притащили кучу вещей. Вот две сумки, там еще сумка. И мне сейчас все это нужно... Нужно разложить, короче. Это все пока он будет отсутствовать. У нас здесь так прохладно. Как будто с кондером. Ладно, пойду я раскладывать шмотки. И камера уже садится. Не знаю вообще, успею что-нибудь снять. Не успею. Вчера мы собрали стол. Сегодня собираем комод. Но у нас небольшие проблемы. Проблема в том, что мы уже рейки, вот эти вот рельсы сделали, установили. Но установили немного неправильно. Короче, нужны небольшие переделки. Задолбал уже этот бардак. Уже вот здесь вот все. Ходить с одной квартиры на другую. Надоело. Все убрала. Осталось тут чуть-чуть по мелочи. И в ванной тоже все забрали, все убрали. Осталось помыть везде полы. Да, у нас течет унитаз. Он довольно давно у нас уже сломался. Именно бачок сломался. В общем, нужно перекрывать общий кран только, чтобы не текло. Супер. Бачком у нас все это время служило ведром. И да, последние вещи. Так что осталось совсем чуть-чуть. Мы сейчас пока посидим. Здесь последний день интернета. На новой квартире у нас еще нет интернета. И мы пока довольствуемся. Но сегодня мы отвезем остатки вещей. И, соответственно, уже там и будем, наверное, сегодня ночевать. Первый день. Да, еще нужно цветы забрать. Как же без них-то? Я, кстати, оставляю квартиру такой, в которую мы пришли. Все даже так же разложила, положила. Да, так и нужно делать. Молодой человек наигрался с друзьями в игрушки. А я насмотрелась в YouTube. Снова мы при параде. Молодой человек пошел уже мусор выносить. А это вещи, те, которые нужно нам забрать. Наверное, сейчас заберем две вот этих сумки. Средственно, подушки. Рюкзак молодого человека. И мой походный рюкзак. А вот эту фигню уже следующей ходкой будем забирать. Потому что сейчас мы это все не заберем, не унесем. Потом останется костельная наша и компьютер. Путь! Всем привет! Как же офигенно я выспалась. Не описать словами. И чувствую себя чудесно. Хотя сегодня еще кучу дел нужно сделать. Отказаться от интернета на прошлой квартире. Сделать интернет на этой квартире. Потом сходить на почту. Мне там посылка пришла, если она еще не ушла назад. Я про нее и забыла. Просто вылетела вообще из головы. И так по мелочи еще со старой квартиры принести цветочки нужно. А у нас уже все стоит как положено. Осталось только вещи до конца все разобрать. Потому что не все еще разобрала. И будет круто. Лошади. Но тут так тихо. По сравнению с тем, что там здесь просто божественная тишина. Там дорога, шум, люди орут. Ах, здесь вообще... Сходили, заказали кресло. В офис Мак заказывали. Короче, вечером сегодня привезут. В общем, одно дело сделано. Балетки новые, которые я купила, короче, так мне натерли ноги, что я с целой коробкой лейкопластыря еле иду. Жесть. Сегодня такая еще жара. Ах, лейкопластырь отклеился. На речку хочется. Знаете, что я делаю на старой квартире? Пришла покупаться, потому что у нас второй день уже нет горячей воды. Не пойми почему. Давайте посмотрим посылку от подписчика, наверное. Не знаю. Если честно, мне страшно вообще распаковывать. Это у нас шарик. Я, кстати, даже не думала, что она белая. Мне, кстати, говорили, что здесь автограф шария где-то. А, вот. Это автограф. Скорее всего, вот это вот, да. Чувак, который выиграл эту, по-моему, выиграл эту футболку, она ему не подходит по размеру, и он, короче, решил прислать ее мне. Ну, в принципе, на память будет. Ну, я так подозреваю, это он, сам Шари. Но в очках не очень похож. Да, спасибо большое за посылку. Человек вообще не поленился просто пойти отправить мне ее. В общем, в любом случае, спасибо. Как вы, кстати, думаете, почему я в таком виде? Да, наверное, никто никогда не угадает. Я снимаю видео с таким, так сказать, экспериментом. Не мое видео, потому что мне кажется, в последнее время я слишком много говорю. Да, я здесь параллельно готовлю. У меня здесь мясо по рецепту, который я нашла в интернете. Будет у меня еще картошка и кабачок. Все это я буду запекать в духовке. Я еще, кстати, хочу купить новую камеру, новое оборудование. И дело в том, что я хотела купить именно видеокамеру для того, чтобы микрофон подцепить и все в таком духе. Улучшить качество видео. Но просмотрев кучу обзоров, я не могу остановить свой выбор конкретно на какой-то видеокамере. Они вроде бы все неплохие. Но те, которые более-менее бюджетные и те, которые мне более-менее понравились, у некоторых обзоры с нормальным звуком, у некоторых с плохим звуком. Я не знаю, от чего это зависит, не могу понять. Поэтому мне как-то стрёмно в то же время покупать камеры эти. И в то же время очень хочется как-то уже улучшить, не знаю, свою картинку, свой звук. Также я рассматривала беззеркалки, знаменитую Sony 5100. Звук вроде бы там неплохой. Мне пофигу, что она перегревается, потому что я в принципе-то кусками отдельными снимаю ролик. Поэтому иногда и прыгает картинка, потому что когда ты выключаешь камеру, она может неосторожно съехать с того места, на котором она стояла сейчас. Поэтому, чтобы кусками не снимать, хорошо видеокамеру взять. Но в то же время картинка офигенная именно у Sony. Я в раздумьях, я в замешательстве, я не знаю. И да, многие могут посоветовать зеркалки брать, либо, не знаю, супер-пупер камеры, но финансов не настолько много. Я вообще даже не знаю, буду покупать что-нибудь или нет. И мы наконец-то уже всё сделали, что нужно было. В квартире уже всё, всё просто как положено, кроме интернета. Нам сказали 2-3 дня ждать. Не помню, по-моему, даже на сайте Ростелеком читала отзывы. Мужчина подал заявку в 2012 году, и сообщение, которое он писал, датировано 2015 года. И он написал, что до сих пор к нему никто не пришёл устанавливать интернет. Это вообще, просто без интернета как-то не кайфово. Поэтому я и пропала, поэтому меня и не было так долго, и в связи с переездом. И это печально. Я вообще какая-то зависимая от YouTube. Я каждый день утром встаю, иду есть, смотрю YouTube. Либо валяюсь, смотрю YouTube. Либо где-нибудь нахожусь, даже просто в транспорте, смотрю YouTube. Знаете, как мы решаем проблему с голубями? Нам мама посоветовала делать вот так. Постоянно их сгонять нужно. Потому что они так привыкают к одному месту, и постоянно к нему возвращаются. И нужно их отучивать. Потому что они здесь тосаются очень громко, и очень часто. И задалбывают, мешают. Если бы они тихо себя вели, то, может быть, не так бы это было и критично. Мясо, кстати, готовится. Запах просто неимоверный. Я уже кушать хочу. Ну, ещё где-то минут 15, наверное, 10. Я буду кушать вкусняшечку. Был бы хвост, и могла бы им вилять. Я бы сейчас это сделала. Мясо очень рассыпчатое, нежное. Просто обалдеть. Я не думала, что так вкусно получится. Я заметила, что когда выкладываешь какую-нибудь уродливую фотку с собой, сразу все такие активные. Все сразу лайкают. Все сразу просматривают. Вот прям вообще. Зато когда выкладываешь что-нибудь получше, где ты вроде бы как секси, всем наплевать. У нас так значительно похолодало. Прохладненько даже в кофте. Вот так я не могу уехать. Капец. Даже на такси. Субтитры сделал DimaTorzok